Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Суть вопроса заключается в том, что к автору вопроса, судя по всему, которая замужем, начал проявлять внимание мужчина, женатый мужчина, из семьи, с которой автор вопроса ходит в бан. Она пишет, что мы каждый выходной встречаемся с семьями в общей кампании, в бан. И этот мужчина стал проявлять к ней внимание. Внимание проявляет через взгляды, через желание поговорить. И, в общем-то, это вызывает ревность мужчины. Автор вопроса говорит о том, что она для этого ничего не делала. Мужчина сам начал вести себя подобным образом. И спрашивает автор вопроса у нас о том, что ей сделать для того, чтобы человека успокоить. Чтобы он такое внимание перестал уделять автору вопроса, потому что ей не нравится, ибо жена... В общем-то, ну, реагирует жена, ревнует и так далее. Вот. Смотрите, я думаю, что вы здесь берете на себя много достаточно ответственности. Потому что если вы действительно ничего не делали, если вы действительно ничего не делали для того, чтобы... ...мужчина проявлял к вам, вот, внимание, то, соответственно, это и не ваша проблема. Я думаю, что если вы друзья, то, соответственно, прямо сказать о своих чувствах, вот, к человеку. Прямо сказать о том, как вы реагируете на это. Ну, что вам эта ситуация неприятна, вот, и, соответственно, дальше будет все, все, ну, более-менее очевидно и понятно. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. Если вас, например, что-то сдерживает. По... По... По ряду причин... ...вы этого сделать не можете. ...вот тогда... ...нужно уже смотреть на то, что вас, что вас сдерживает. И... ...и... ...почему... ...вас... ...задача... ...человека именно... ...успокоить. Но вы ему... ...ведь... ...не... ...мама... ...чтобы его успокаивать. Вот... ...вот... ...вы ему... ...не родители, чтобы успокаивать его. ...поэтому... ...совершенно... ...точно... ...ээээ... ...ээээ... ваша, в общем и целом, забота и проблема, что происходит, да? Поэтому, если вас напрягает то, что делает мужчина, то разобраться сначала нужно, конечно же, в себе, а не в, ну, а не пытаться человека успокаивать, то есть разобраться, ну, изначально в себе, что такое вот в этом смысле со мной происходит, да? То есть я-то на это вот как реагирую, на то, что делает, ну, на то, что делает мужчина, например, вот, как я на это реагирую, чем я на это реагирую и так далее, вот. И дальше уже, я думаю, будет как-то вам понятно и более очевидно, что нужно делать. Потому что если вы как бы исходите, да, допустим, из одних чувств, например, из, допустим, ну, допустим, ну, допустим, чувство вины перед, скажем, женой этого человека, да? Если вы исходите из того, что вам так вышло, нравится внимание этого мужчины, то это другое. Это означает, что в вашей собственной паре есть какие-то проблемы, в вашей собственной паре есть какие-то трудности и, скорее всего, эти вот трудности нужно решать. Чем быстрее, чем быстрее, тем лучше в этом смысле. Вот, потому что оно, ну, совершенно очевидно, да, что если никак этот момент не решить, то ваше напряжение осталось. Лично я думаю, что у человека проблемы со своей женой, проблемы в отношениях. И я думаю, что мужчина действительно, ну, что называется, пытается решать свои проблемы за ваше. Вот. На мой, на мой, на мой, по крайней мере, взгляд, на мой, по крайней мере взгляд, это именно так. И здесь вы ничего поделать не можете, как вы не можете человека успокоить. Ну, вот как вы говорите, да, дело в том, что невозможно успокоить его, потому что у него есть, что... Ну, у него есть, что называется, проблемы. Вот. И эти проблемы подталкивают его, ну, к тому, чтобы вести себя вот так, как он себя ведёт. Поэтому я думаю, что поскольку его проблемы, его проблемы за него решить вы не можете. Вот. Да, и в общем, наверное, и не надо решать за кого-то, ну, проблемы, да. То... Просто готовьтесь. Постарайтесь, по крайней мере, приготовиться. Отлично. ...кому, что... ...какое-то время... ...вероятно, будет... ...вот так. То есть какое-то время мужчина будет вести себя таким образом, если вы не готовы такого рода общения прекращать. Вот. Ну вот, в принципе, наверное, то, что на данный момент может не можно сказать. В целом, конечно, вот вы пишете значит, я не знаю, как себя вести и почему он так себя ведет. Вот это вот состояние, состояние такой потерянности может быть, может быть, с вашей стороны. Но, на мой взгляд, нужно корректировать, корректировать, потому что, я думаю, что ничего хорошего не выйдет. А из... ну... того, что происходит сейчас. Я имею в виду, между вами и... ну... мужчиной. Вот. А вам необходимо учиться слушать себя, слушать себя, вот, и выражать то, что с вами происходит, чтобы не оказываться в таких ситуациях. Особенно если вам они не по душе, а вы вот ничего не пишете о том, замужем, например, вы или нет, или все у вас хорошо с вашим... ну, с вашим супругом. Если вы, например, не замужем, то для вас вполне естественно испытывать чувства, в том числе и позитивные чувства от того, что к вам проявляют внимание. Не вижу в этом ничего плохого. Я бы еще с личными границами здесь поработал бы вашими. Если вы, конечно, хотите. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Обращайтесь!